Уникальный музей автомобильной электротехники. Здесь и любезные автомобили, здесь наши отечественные автомобили. Дело в том, что сегодня неофициальный день автомобилей, потому что в 1886 году Карл Берц закинтовал передвижное транспортное средство с бензиновым двигателем. Это продвижение автомобиля. Мы сегодня здесь увидели очень много самых разных автомобилей. Было очень приятно посмотреть. В том числе увидел и знаменитый «Газчисарбили», на котором я сам в городе ездил. И многие другие знакомые по детской появности автомобилей. А сегодня здесь я с большим удовольствием хочу сказать о презентации будущего полнометразного мультипликационного отечественного фильма, который будет называться «Копейка». Вот автор идеи и главный движитель этой идеи. И должен сказать, что вы все помните американских мультипликаций, но мало кто-либо знает, что американцы делали это все уже по следам наших еще даже советских мультипликаторов. Там первые и обычные машинки сделали наши мультипликаторы. И есть идея сделать фильм про «Копейку», «Народный автомобиль», «Жигури», «Момер-2», «Момер-1». И там будут самые разные автомобили участвовать, самых разных отечественных марок. Я читал когда сюжет, понял, что это будет бомба. Это будет очень интересный сюжет. Если я добавлю, что многие автомобили будут звучать голосами известных политиков российских, я скажу так, не ошифровывая. Но тоже есть одна интересная тема. Главный герой презентационного фильма – «Машина-Копейка», который на ту стеной. Друг «Копейки» – «Запик Запорозус» и еще одна героиня. Они будут звучать голосами тех, кого выберет специальный жюри, потому что через какое-то время мы ввести время конкурс на озвучивание главных героев этого инструкционного фильма. И мы это сделаем отдельно. Я думаю, что это будет здорово, интересно. Хочется пожелать, что этот фильм скорее будет сделан, скорее вышел на экраны. Я вас уверяю, сюжет так закручен. И там столько фантазии, столько придумок, столько юмора и в то же время доброты, потому что наш отечественный автокромт всегда славился надежностью и невыотопляемостью, живучестью. Я вот так понимаю. И вот на примере наших отечественных машин говорит о дружбе, в том числе международной дружбе. Это очень важный момент для сегодняшнего дня. Но будем ждать фильма, как я уже сказал, будем ждать, как я был, по-другому, конкурс на озвучивание главных героев этого фильма. А сейчас я вас большой завод хочу, Гидрюйовичу. Я бы хотел сказать большое спасибо автору, идеологу и главному здесь человеку. Поэтому здесь спасибо за то, что такой музей есть. Я думаю, что телеканалы России тогда покажут, у многих родителей станет понятным, куда срочно вести детей. Можно выходные, работать правильно, я понимаю, что каждый день в неделю. Работать с 10 до 9. И я думаю, что здесь столько всего интересного. Очень много интерактивного, где можно поднимать на педали, где можно посмотреть или слышать, как работают двигатели в самых разных отечественных автомобилей. Одним словом, очень хорошее место, здесь очень интересно. И я надеюсь, что это место станет еще более популярным. И еще раз хочу, я благодарю, что, скорее всего, уже выход из исторического фильма, полного разного, более традиционного фильма, «Копейка на экран». Ну и когда я ходил, я сказал, что у меня знакомый для себя домобиль ГАЗ-5-9, на котором я работал, когда работал в геологии, я в 1-м ГАЗ-5-4-е, в 1-м ГАЗ-5-4-е, в 1-м ГАЗ-5-4-е. Но что значит для автомобилистов, кстати, все машины на ходу, за всеми ухаживают, все находятся в очень отличном рабочем состоянии. Когда я получил профессиональные права, с фигурой БСС, это был 1777 год, я работал в городе Субути, мне первую машину на этом не дали, это такой автобус «Маркет Камс». Он на приватной, у него два моста были, и мне своими руками пришлось перебрать мотор, перебрать ходовую, перебрать все карданы, всю электрику я сделал, но никогда не надо думать про мелочи. Я был увиден, что я этот автобус знаю как свои пять пальцев. Сейчас скажу о том, что со мной одна разключилось на трассе. Дело в том, что есть такая интересная деталь, как у этого автобуса называется «Стремянка». Это то, где крепятся рессоры и крепятся краны автомобиля. Вот от автобуса на «Стремянках» между рессорой и рамой были железные башмаки, вот примерно такой толщины. И так как я не следил за подтягиванием «Стремянки», однако мне этот башмак взял и выскочил. Стремянка, автобус вот так вот сел, и колесо сзади стало у пол автобуса кресло. Мне ничего не оставалось делать, как регулярно заталкивать валкой этот башмак. Я проезжала там 10 километров, в отмазку и падал. Так я ехал, наверное, километров 60. Ну, добрался, в конце концов, до базы. Но с тех пор я понял, что если успеет водитель, должен все смотреть, никогда не забывать, подтягивать гайки. Не только у колеса, что погон не отлетело, что не отлетело, что не отлетело возведителям. Как колеса вылетают, летят впереди машины, какие там разные вещи происходили. Но это было не у меня, а просто на красе. Одним словом, еще раз спасибо. Хочу подать вашу руку. Дорогой, пожалуйста, вашу руку. Я уверен, что фильм выйдет, и это будет действительно очень популярный. И фильм, который завоенил все в целом, только молодежный, не только детей, но и просто, потому что он о добре и о том, что лучше всего на свете и самое ценное – это департамент. Департамент. Вопросы? Да. Как поддерживается современная автопрома? Ну, на самом деле, как вы знаете, у нас есть проблемы с нашим автопромом. Потому что, с одной стороны, у нас появилась специальная новая машина, линейка «Переменская». И здесь, как вам сказать, благодарность министру гордонии и промышленности министру-консумантору. Это была его идея. Он лично контролировал. Я могу сказать, что это делалось. Но, к тому же, у нас есть проблема и на газе. У нас есть проблема на продуктах автомобилей, гигиантов. И здесь наше, например, предложение, я бы говорил, что в отеле «Паркс» или «Россия». Ну, например, вот в знаке гигиенского ПДК президента очень правильно сделал, кладировался в 2026 года. На что могут тратить на гигиенский педагог силы? Либо на ЖИО, либо на обучение педагога, либо родители кладут себе деньги на 5 тысяч отписи, что, на самом деле, условно нам нужно строить обеспеченно. Сейчас в первом чечении клиентах, который позволит тратить деньги на либо строительство, или конкурс с дачным домом, это, хотя бы все хорошо, а он предлагает, давайте на невозможность селим покупать отечественные автомобили. Именно отечественные. Да, это будет очень хороший поддержка для отечественного автодрома. Вот один из вариантов неопередного автодрома. Коллеги, всем спасибо.